Детское радио представляет Сказки народов мира Китайская грамота Слушаем сказки и изучаем китайский язык вместе с преподавателем Института стран Азии и Африки МГУ и Международной школы китайского языка Мяо Чунь Привет, мои юные друзья! Старая панда давно живет в горах Китая Больше всего на свете этот черно-белый мишка любит лакомиться вкусным зеленым бамбуком и рассказывать интересные истории Послушайте сказку о чудесном коромыслие Дело было в давние времена Изо дня в день пастухи приходили на берег ручья Коровы щипали там сочную травку и пили чистейшую родниковую воду И вот однажды пастухи заметили Ровно в полдень, неизвестно откуда появляется красивая девушка А в стаде вместо девяносто девяти коров становится сто К вечеру же девушка куда-то исчезает Что за удивительные дела? К слову сказать, красавица та была приветлива Так что пастухи скоро подружились с ней Прежде чем познакомиться с человеком нужно с ним поздороваться В Китае принято говорить НИХАО Это означает Здравствуй или Здравствуйте А затем называйте свое имя ВО ШИ Вот так НИХАО ВО ШИ МЯУЧУН Так пастухи познакомились с девушкой Однажды она сообщила им Что среди коров есть одна волшебная Сказала это и исчезла Подивились пастухи и решили Что к ним приходила небесная фея Пересчитали стадо девяносто девять голов Волшебную корову решили люди Фея, наверное, забрала с собой на небо Под небесной называли в древности Китайцы свою страну А сейчас название страны Китай Звучит как ЧУНКО В один из дней пастухи увидели Что в саду по соседству созрели сливы И захотели полакомиться ими Они увлеченно стали срывать плоды И не заметили, как их коровы Забрались на кукурузное поле Они истоптали бы весь посев Если бы их не заметил старик-сторож Он схватил свое старое коромысло На котором носил хворост И принялся разгонять коров А коромысло, надо заметить Уже много лет служило старику От солнца и дождя оно растрескалось Было щербатым С помощью коромысла старик в одиночку Разогнал всех коров А было их, напомню, девяносто девять Непростое это занятие Утомившись, старик даже и не заметил Что в трещинах его коромысла Застряли клочки коровьей шерсти Солнце клонилось к западу Пора было идти домой Старик набрал две вязанки хвороста Повесил их на коромысло И удивился Почему так легко нести Прибавил еще вязанку И даже не почувствовал ее веса Что за чудеса? Чи-ди Говорят в Китае Когда чему-то удивляются Это чудо Чи-ди Чудо! Воскликнул старик Он вешал хворостом свое старое коромысло Поднял А тяжести не чувствует С того дня стал он носить домой Огромные вязанки хвороста И зажил намного лучше прежнего Пока не повстречал как-то на дороге Одного богача Тот удивился, сколько несет старый человек И понял, что все дело в его коромысли Принялся богач уговаривать старика Продать ему эту вещь Долго не соглашался старик Жаль ему было со своим коромыслом расставаться Но в итоге согласился Обрадованный покупкой богач Придя домой Заметил на коромысле трещинки Решил он обратиться к плотнику Чтобы тот отполировал вещицу до блеска Плотник отлично справился с работой Убрал все трещинки с шерстинками коровы Стало коромысло как новое Гладкое, блестит Нацепил на него богач много груза Рванул, чтобы поднять А оно и переломилось Так и должно было случиться Ведь ценную вещь Можно заслужить Только своим честным трудом Сказки старой панды Повторяем И запоминаем Мы научились здороваться по-китайски НИХАО А фраза «меня зовут» звучит на китайском языке УО-ШИ Повторяйте со мной НИХАО УО-ШИ И называйте свое имя НИХАО УО-ШИ Это чудо ЧИ-ЧИ А еще теперь вы знаете Как звучит Название страны Китай На китайском языке ЧОНГО Кстати, Россия ЭРОСУ Вот и все на сегодня КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА СКАЗКИ СТАРОЙ ПАНДЫ